Всем добрый, добрейший, веселейший день и мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать Тору и на странице Ваикра в Фейсбуке, и на странице Ваикра в Телеграме, значит и в Телеграме отлично видно, я в принципе считаю, что за Телеграмом будущее. И мы сейчас, так как мы находимся в месяце Луль, мы изучаем сейчас книгу, называется она «Осенние праздники и книга Йоны», значит мы готовимся сейчас к Рошашане, уже начали месяц, у нас идет подготовка к Рошашане, и сегодня я хочу вам рассказать очень важный урок, который Раф Зильбер, он всегда проводил его в это время, перед Рошашиной, вот из книги из этой, да, тут очень важные вещи есть, которые мы сейчас изучим, значит, еще раз, мы изучаем Тору, это все понятно, Тора это знание, как работает мир, Тора это знание, как устроена система, как приблизиться ко Всевышнему, что надо делать, что не надо делать, как правильно, как неправильно, то есть Тора это учение, это знание о том, как приближаться к Всевышнему, как можно сказать первое, приближаться к Всевышнему, можно сказать второе, как перейти на следующий уровень своего духовного развития, и помните, есть такая в Торе отрывок, что лестница в небо, что человек, это Яков, когда спал, ему во сне снился сон, что лестница, которая стоит основанием на земле, а уходит в небо, ее вершина уходит в небо, и ангелы по ней поднимаются и спускаются, и это метафора на человека, что каждый из нас, это лестница, уходящая в небо, и там на самом верху есть соединение со Всевышним, то есть душа, она как такой свет, который никогда он не может прерваться, никогда он не может запачкаться, никогда он не может расстроиться, то есть это такой веселый, чистый духовный свет, это душа, свет Всевышнего, он есть внутри каждого из нас. Дальше эта лестница, она идет вниз-вниз-вниз к земле, и на земле есть тело, которое стоит ногами на земле, да, ноги соединяются с землей, и тело, оно такое-то, как вертикально ходящая лужа, и вот на этой вертикально ходящей луже, там внутри кишки разные, вот эта вот вся пища, которая уже после того, как пища прошла через рот, она уже в пищеводе очень неприятная, вот вообще я вам скажу, что есть животные, конечно, коровы, которые отрыдевают обратно свою еду и опять жуют, но если бы человек так делал, было бы очень неприятно нам общаться друг с другом, ужас какой, да, и значит, это все в животе, но тут потом дальше есть голова, голова у человека, ну обычно красиво, он следит за своей головой, он ее причесывает, видите, я постригся вчера очень, значит, человек свою голову причесывает, он ее красит, женщина ее красит, вешает на нее разные весюлички, и голова такая симпатичная у человека, почему голова симпатичная? Потому что в голове обычно духовный свет, духовный свет, значит, все-таки душа, она этот луч света, он обычно у человека просвечивает через глаза, глаза, как говорят, глаза зеркало души. Теперь, а дальше, вот внутри головы у человека набор мыслей его, набор его мыслей о себе, о мире, о жизни, о душе, у него набор каких-то картинок, представлений, и вся вот эта вот система мышления, она, она с одной стороны цепляется на душу, с другой стороны она цепляется на тело, и вот мысли, это как раз то, что соединяет тело и, соединяет тело и душу, это мысли. Это, с одной стороны, у мысли есть материальная природа, то есть, когда человек думает, у него электроэнцефалограмма, она может определить какие-то электрические сигнальчики, которые идут в голове, но, с другой стороны, мысль, она полностью духовна, и, например, когда человек проспит, он практически без движения, но он в это время может видеть самые-самые какие-то сны там и так далее. Теперь, что такое месяц Иллюль? Месяц Иллюль, мы занимаемся исследованием своих мыслей, исследованием своих мыслей, исследованием вот этого вот набора идей и представлений о том, кто я, какой я, куда я иду, правильно ли я действую, и в этот момент, когда мы в месяц Иллюль, вот сейчас, мы исследуем вот этот вот набор, мы можем убрать все, что нам мешает. Все, что мешает, все, что неправильно, все, что не работает, это все, что называется грех на языке Торы, и мы можем это все убрать. Грех – это то, что заслоняет этот духовный свет, грех – это то, что лишает радости, грех – это то, что лишает, лишает, то есть тот способ мыслей, который ведет человека от Бога, да, понятно. Теперь, значит, и в Рошашана, если все правильно сделать, ты приходишь в Рошашана чистый и светлый, говоришь Всевышнему, «Здравствуй, Папа, значит, я полностью, ты царь». В Рошашана мы говорим Всевышнему, что ты царь, ты царь, я полностью соблюдаю все, что ты хочешь, и я тебя прошу, дай мне для этого хороший год, чтобы я принес много добра людям, и чтобы я получил много добра в душе от ощущения, что я живу абсолютно правильно, хорошо, четко, чисто, светло, и все у меня отлично. Это, как бы, глобальная идея. Теперь Рав Зильвер рассказывал, как подготовиться к Рошашана, следующий он проводил урок, очень интересный. Значит, начиная с Рошашана и даем кипура, то есть вот эти 10 дней раскаяния, потом после Рошашана еще есть 10 дней, когда можно усилить, усилить вот этот вот процесс раскаяния, концентрировано, знаете, как студенты, которые, которые, вот у них год впереди, они вместо того, чтобы каждый день учиться по часу, они весь год гуляют, потом перед экзаменами, они там неделю учатся по 10, по 12 часов, страшно. Вот то же самое, когда перед Рошашана есть целый месяц на подготовку, но большинство людей не готовится, а думают, какая разница, мол. Потом Рошашана, как бы трубят в шафар, все пробудились, вау, это же меня судят, следующий год, сейчас решается моя судьба, буду жить, не буду жить, буду здоров, не буду здоров, будут деньги, не будет денег. Все-все-все решается в Рошашана, и в этот момент очень много людей, как студенты перед экзаменом, пробуждаются, и, значит, 10 дней раскаяния, специально Всевышний дал до Йом-Кипура, что можно концентрированно успеть пройти этот процесс самоанализа и самоочищения. Теперь, начиная с Рошашана и до Йом-Кипура, после каждой молитвы мы читаем молитву, после каждой молитвы утренней, которая, ну, стандартная молитва, есть еще добавочка, добавляют маленькую молитву, Авину Малкену она называется, отец наш, царь наш. Здесь рассказывается история этой молитвы в Талмуде. Значит, какая история этой молитвы? В течение долгого времени не было дождей, была засуха. В Израиле, Израиль это ворота в небо, и здесь очень четко вот эта связь со Всевышним, она очень быстро работает. То есть ты делаешь что-то неправильно, сразу чувствуешь ответ. Делаешь что-то правильное, и ты делаешь что-то неправильное, делал народ какие-то ошибки. Пришли к Раби Элейзеру Бен Уртинус, это был Раби Элейзер, Агадолев его называли, он был самый великим мудрец того поколения, и он вышел молиться, и он произнес 24 благословения, он просил, он молился, чтобы Всевышний просил, чтобы был дождь, нет дождя, нет дождя. Выходит его ученик, Раби Атива, который был учеником Раби Элейзера, и произносит вот эту вот фразу, Авину Малкену, Папа наш, Царь наш, нет у нас Царя кроме тебя, Энлану Мелах Элаата, нет у нас другого Царя, а только ты. Авину Малкену, он говорит, Отец наш, Царь наш, Пожалей нас, Лиманха, ради себя пожалей нас, не ради нас, нет у нас заслуг, понятно, что по-честному не должен быть дождь, что-то мы где-то делаем не то, но пожалей нас ради себя, и значит, что? Пошел дождь, пошел дождь, то есть, и вот эта история, этой молитвы, которую читают в 10 дней раскаяния, Авину Малкену, Энлану Мелах Элаата, Папа наш, Царь наш, нет у нас Царя, кроме тебя, и пожалей нас ради себя, вот такая молитва. Теперь, в чем здесь смысл? В народе начали спрашивать, что получается, если Раби Ативе ответил Всевышний, и пошел дождь, а Раби Элезеру он не ответил, значит, Раби Атива больше мудрец, чем Раби Элезер, значит, он больше праведник, чем Раби Элезер, значит, значит, и вышел голос с неба, и сказал, нельзя, нельзя сказать, что Раби Атива больше, чем Раби Элезер, но, в чем между ними разница? Раби Атива, если его обижают, прощает, делает вид, как будто ничего не случилось, а Раби Элезер не спускает обид, так сказали, так сказали с неба, это рассказывается в Талмуде, в Талмуде, трактат Таанит, 25 лист. Теперь, ну, как бы, вот ответ, почему ему на молитву ответили, потому что, не потому что он был больше праведник, чем Раби Элезер, но было у Раби Ативы качество, что он не обижается, вернее, прощает обиды, а Раби Элезер не прощает обиды, значит, задает вопрос, задает вопрос, Раби Элезер был такой мудрец, он задает вопрос, он говорит, я, говорит, не понимаю, если Талмуд говорит, что Раби Атива прощает обиды, а Раби Элезер не прощает обиды, так, значит, Раби Атива больше праведник, почему, почему тогда Талмуд вначале говорит, что раздал свой голос неба и сказал, нет, он не больше праведник, а потом говорит, что просто разница между ними вот такая, получается, что, значит, прощать обиды или не прощать обиды, это не, не влияет на праведность, то есть, бывает праведник, который не прощает обиды, бывает, бывает, праведник, который прощает обиды, То есть бывают праведные титати, бывают тати, но на молитву ответили раби Атива. Тогда возникает другой вопрос. Если он не больше праведник, почему же тогда Всевышний ответил на его молитву? И объясняет он, Рав Зильбер здесь нам приводит объяснение из Талмуда, из трактата Шаббат, который называется. И он говорит, значит, там написана такая история, описывается. «Что пусть человек всегда будет скромен и тих, как Гилель, и не будет излишний строк, как Шамай». Вот так там идет такой заголовок, что пусть человек всегда будет скромен и тих, как Гилель, и не будет излишний строк, как Шамай. И рассказывается там история. Два человека, история очень известная, но вот тут есть нюансы, на которые я раньше никогда не обращал внимания. Давайте на них обратим внимание. Рассказывается история. Два человека поспорили друг с другом, и один говорит, Илель спокоен и не сердится, его невозможно вывести из себя. А второй говорит, не, он не ангел, не может быть такого человека, которого невозможно вывести из себя. Он же не ангел, он человек, значит он может рассердиться. Поспорили они на 400 ЗУС, это огромная сумма, значит видите, вот Раф Зильбер, он был математик, он всегда уточнял все детали, 400 ЗУС это была огромная сумма, на эти деньги можно было прожить два года. То есть представьте ситуацию, сидит два человека и говорят, вот этот вот Равин, Илель, он все-таки же не ангел. Один говорит, ну давай поспорим, можно сейчас прожить два года, допустим, возьмем тысячу долларов в месяц. Значит, давай поспорим на 25 тысяч долларов, что он разозлится. Давай, поспорили они. Значит, тот, который говорит, я его выведу из себя, он выбрал время канун субботы. Канун субботы это время, когда уже все спешат, скоро суббота, ничего нельзя будет сделать, такое стрессовое, очень стрессовое время всегда. Канун субботы в физическом плане, а в духовном плане говорят, что так как это огромная заповедь соблюдения субботы, то приходит сатан, злое начало, приходит специально, чтобы перед шабатом поссорить мужа с женой, поссорить всех. То есть это время, которое приспособлено для конфликта, для стресса. И он выбрал вот это время, этот человек, и, значит, говорит, я сейчас выведу его из терпения в это время. А он был, между прочим, Елель, что он был скромный, никогда не сердился, но он был главой Санедрина, Верховного Суда. То есть был, представляете, судья Верховного Суда, по чему слову даже выносятся смертные переговоры. То есть он самый великий человек в Израиле, можно сказать. Елель готовится к субботе, моет голову, уже скоро заход солнца, и начинается шаббат. Стук в дверь. Кто тут Елель, кто тут Елель? В скобочках с явным неуважением. Кто тут Елель? Вот так вот. Ну кто тут Елель это? Где это Елель? Он бросился, он бросил мыть голову и вышел. И говорит, что тебе нужно, сын мой? Он говорит так, мягко. Вопрос есть к тебе. Он говорит, спрашивай, сын мой, спрашивай. Вот тут я никогда не обращал внимания, что делается акцент, что он был глава Суда. То есть это был великий человек, которого слушали. То есть его слово было закон. И тут какой-то человек с улицы стучит ему в дверь с неуважением и говорит, вопрос есть к тебе. Он говорит, спрашивай, сын мой, спрашивай. Он его спрашивает вопрос, почему у жителей Вавилона голова продолговатая, вытянутая? Вот я думаю, что если бы задали этот вопрос, например, Наталье Бариновой или Тов Бокер, да, задали бы вопрос. Или Джерусалим Ламаха. Он бы на этот вопрос ответил бы, знаешь, что он сказал бы, иди отсюда, он сказал бы, со своим Вавилоном. А он, значит, Елель ему отвечает по-другому. Он говорит, ты задал важный вопрос, потому что у них малоопытные акушерки. Они в первое время неаккуратно держат голову, и так она остается, эта вытянутая голова, на всю жизнь. Тот ушел. Елель вернулся мыть голову, опять начал мыть голову. Снова стук в дверь. Кто здесь Елель? Елель оделся, представляете, оделся, вышел. Что тебе нужно, сын мой? Есть вопрос. Он говорит, спрашивай, сын мой, спрашивай. А почему у титальца в узкие глаза? Елель не сказал, что это не касается закона, что это вопрос не к нему вообще. Он это не сказал. Он говорит, сын мой, ты задал важный вопрос. Они живут в песках, поэтому Бог сделал им глаза продолговатые, чтобы на них не попадал песок. Посмотри, сколько времени. Хорошо. Снова этот человек неудачно зашел, потому что он не рассердился. Опять он стучит ему, третий раз. Он говорит, что тебе, сын мой? Он говорит, есть еще вопрос. Спрашивай, сын мой, спрашивай. Он ему говорит, а почему вот у жителей Африки ступни широкие? Тот ему говорит, о, ты задал важный вопрос. Важный вопрос. Они живут среди болот, и поэтому ходят босиком. А ботинок иногда сжимает ногу. Поэтому у них так, вот, широкие ступни. Получается, он уже три раза не рассердился. Тот ему говорит, уже тот разозлился, говорит, есть у меня еще много вопросов, чтобы задать тебе, но боюсь я, что ты не рассердишься. А, боюсь я, что ты рассердишься, он ему говорит. Илель сел перед ним. Все вопросы, что ты хочешь задать, можешь задавать. Он сел так, приготовился, давай, задавай. Этот человек не выдержал. Это ты, носи Израиля. Ты, носи, это как бы князь, да, ты главный человек в Израиле. И зовут тебя Илель. Он говорит, да, да, это я. Он говорит, если это ты, пусть не будет таких, как ты в Израиле больше. Представляете, он как на него наехал. А тот его спрашивает, почему? Представляете, какое надо иметь вот, ну, такое спокойствие. То есть, он ему на вопрос, тот ему говорит, чтобы таких, как ты, не было вообще. А он ему говорит, почему? Интересно, почему? Тот говорит, из-за тебя я проиграл 400 ЗУС. Я из-за тебя 50 тысяч долларов, я проиграл. 25 тысяч долларов, я из-за тебя проиграл. Тот ему говорит, постарайся это пережить. Он ему говорит, постарайся это пережить. Илель заслуживает, чтобы ты проиграл один раз 400 ЗУС, еще раз проиграл 400 ЗУС. Но Илель не рассердился. Но Илель не рассердится, он говорит. Вот, ну, рассердится, я все равно не рассердиваюсь. Значит, это первая история там рассказывается. Вторая история там же рассказывается. Это мы сейчас пытаемся понять, почему Бог ответил Рабе Ативе и не ответил Рабе Элезеру Бен-Урканцу. Вторая история такая. Один нееврей пришел к Шамаю. Были Елели и Шамай, были два самых великих мудреца той эпохи. И нееврей пришел к Шамаю и говорит ему, сколько у вас есть Тор, сколько у вас учений. Он ему говорит, Шамай, письменная Тора и устная Тора. Но без устной Торы мы не понимаем письменную Тору. Тот ему говорит, тому, что написано, верю, а в устную Тору не верю. Сделай меня евреем, но обучи меня только письменной Торе. Не о чем говорить ему, Шамай говорит. Шамай прогнал его, так как закон гласит, что если нееврей хочет принять всю Тору, кроме одной заповеди, его не принимают. Нельзя делать ему дьюр. То есть Шамай поступил абсолютно по закону. Не хочешь принимать устную Тору, ты не можешь быть евреем. Значит, теперь пришел он к Елелю и говорит то же самое. Елель начал его учить Торе. Начал его учить Торе. И, значит, а как Елель его учил? Он ему говорит, хорошо, давай буду тебя учить Торе. Хочешь учить Тору? Давай. Письменную, письменную. Первый день он к нему пришел, и он ему написал еврейский алфавит. Алиф, Бет, Гиммл, Далет, Эй, Вав, Зайет. Написал 22 буквы еврейского алфавита, объяснил, как каждая буква называется. На следующий день он к нему приходит и говорит ему, и говорит ему, учимся дальше? Давай. Он говорит, поменял порядок букв. Говорит, это Алиф, это Далет, то есть по-другому их назвал. Тот ему говорит, не может быть. Ты же вчера говорил, это Алиф, это Бет, это Гиммл. А сейчас ты говоришь по-другому. А он ему говорит, а откуда ты знаешь, что эта буква читается не так, а так? Это же устное знание. Так же, как ты поверил мне в этом, поверь мне, что устное 25, мы время закончили, но я не успел вам дорассказать. Поэтому это как раз повод прийти завтра. То есть мы получили устную тору, мы получили письменную тору, но завтра мы продолжим.